Добрый вечер! В эфире телеканала Благоград-1, программа «Слово партии», мы и ее ведущий Сергей Мазанов. Как обычно, по четверга мы встречаемся в прямом эфире с вами, уважаемые телезрители, и разговариваем на актуальные темы с представителями политических парламентских партий, которые представлены в нашем регионе. Мы работаем в прямом эфире в течение ближайших полутора часов. Телефон прямого эфира вы видите на своих экранах 78 16 96. Ну, позвольте мне представить гостей, которые сегодня согласились прийти в нашу студию. Максим Вяткин, руководитель правового центра партии ЛДПР, Илья Багров, депутат Волгоградской городской думы от партии «Единая Россия», Михаил Александрович Торонцов, депутат Волгоградской областной думы, наш частый гость, партия КПРФ, и Юрий Бабичев, партия «Справедливая Россия», секретарь бюро регионального отделения. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня мы поговорим на актуальную тему коммунальных вопросов. Вчера весь город проснулся с любимой волгоградской погодой, дождь на снег, которая превратила наш город буквально в каток. И многие жители выражали свое недовольство в социальных сетях, звонили в редакции средств массовой информации. Цитаты прям несколько. «Я не знаю, как у вас, но в советском районе ужаснейший гололед делится в соцсетях волгоградца. У нас в Краснооктябрьском также вторит им жители Краснооктябрьского района. Дорогие мамочки с детьми, если вдруг соберете в детскую поликлинику на Череповецк, это Ворошиловский район, будьте осторожны, перед входом очень скользко. Коммунальщики опять оказались не готовы. Неожиданно Волгоград, как всегда, пришла зима. Уважаемые коллеги, пришлось ли вам, наверное, столкнуться с этой проблемой гололеда, неубранного снега? И почему каждый год мы сталкиваемся, вот сколько я себя помню, каждый год эта проблема в Волгограде очень остро назревает резко, неожиданно? Михаил Александрович, по традиции, слово вам, а для приветствия и ответа. Еще раз добрый вечер, уважаемые волгоградцы. Тема эта с гололедом, к сожалению, не новая. Каждый год мы к ней возвращаемся. Вот я второй созыв уже представляю Краснооктябрьский район города Волгограда в областной думе. И не было года, чтобы не приходилось несчетное количество раз обращаться и к руководству непосредственно района, и к руководству города Волгограда, во всякого рода надзорные правоохранительные органы, ту же прокуратуру, для того, чтобы ну хоть чуть-чуть как-то в этом отношении сдвинуться в нужном направлении. Абсолютно тяжелый вопрос, хотя в моем понимании он абсолютно рабочий. И если бы были нормальные управленцы, были бы нормальные профессионалы на своих местах, если бы было хозяйское отношение вообще к городу и понимание этого вопроса, то я не сомневаюсь, что давно уже можно было бы хотя бы минимум необходимых шагов предпринять для того, чтобы люди раз за разом не ставили эту проблему. Причем они же не только ставят, но секрет никакого нет. Многие знают, я в этом году сам оказался в буквальном смысле травмирован в марте этого года, когда точно так же уже на исходе зимнего периода 17-18 годов получил травму, 7 месяцев был на больничном, по той же самой причине поскользнулся, упал на улицы города Волгограда, потому что были абсолютно необработаны ни тротуары, ни дороги ледяной коркой были покрыты. Сейчас та же самая ситуация начинается только начало декабря, но уже большое количество обращений. И самое печальное, что вслед за этим обращением, как правило, идет информация о том, что люди падают, они получают травмы, они ломаются ноги, это руки, причем зачастую переломы очень и очень серьезные. И это не просто вот такая неудобная какая-то позиция, это действительно проблема города Волгограда все последние годы, и она в очередной раз показывает неспособность наших ни городских, ни районных властей, абсолютного большинства районов города Волгограда решить эти совершенно обычные, понятные, житейские совершенно вопросы для жителей города, чтобы они могли спокойно передвигаться сами. Особенно это касается, вы абсолютно правильно сказали, если это родители с детьми, если это маленькие дети, ты их несешь на руках или ты его ведешь за руку, коляска тоже, она не гарантирует, что все закончится благополучно. И в группе риска, помимо детей, конечно, находятся люди пожилые, ветераны. Масса примеров, когда, ну, буквально у порога собственного дома люди никуда не бежали, никуда не торопились, но тем не менее получали очень серьезные травмы. Кстати говоря, вот рецептов-то, кто говорит много, кто говорит не очень много, как бороться с этой проблемой, но я, вы знаете, всегда был сторонником того, чтобы занимать активную позицию. Вот по итогу... Брать песок и посыпать. Брать песок и посыпать должны прежде всего дворники, которых мы не видим, уже как класс они исчезли. Брать песок и посыпать должны соответствующие работники коммунальных служб, соответствующие руководители должны обеспечивать все необходимое, чтобы были вовремя деньги закупить этот песок или какую-то соответствующую смесь, чтобы были люди, которые могли бы вовремя завести этот песок или там какую-то специальную смесь, чтобы можно было все это дело обработать наши тротуары и те проходы, по которым люди двигаются. Но я говорю и о другом. Зачастую люди, которые получают травму, оставляют все это без последствий. Я считаю, что это неправильно. Всегда говорил о том, что надо занимать активную позицию. Если, не дай бог, человек оказался жертвой такой ситуации, то в обязательном порядке, я считаю, надо подавать в суд и требовать возмещения от того, кто виновен, возмещения и ущерба здоровью, и травмы, увечья, если не дай бог. Я думаю, что если мы активно будем пользоваться этим правом, то не сомневаюсь, что мы таким образом, мы как граждане, как жители города Волгограда научим нашей власти, наших чиновников, больших и малых руководителей, ну хотя бы по-нормальному, по-человечески, уважительно относиться к нам и значит, как следует выполнять свои профессиональные должностные обязанности. И хотя бы уж такую малость в городе, нашем родном Волгограде, Сталинграде, как возможность нормально передвигаться и в зимний период времени, они нам обеспечат. Спасибо большое, Михаил Александрович. Юрий Федорович, вот бьются не только люди, бьются машины. Вчера, когда все это случилось, ну, десятки мелких аварий, крупных аварий, насколько я понял, даже есть жертвы. Вот почему так происходит? Я сегодня читал, в Волгском, на весь Волгский вышли на обработку улиц 5 единиц техники, то есть 3 комбинированных машин и 2 трактора, которые посыпают пешеходные дороги. Сложно предусмотреть заранее, как вот мнение партии и есть ли обращения какие-то вот в ваш центр правовой? Ну вот я с коллегой согласен по поводу того, что есть значительные недоработки с точки зрения своевременной обработки территории муниципалитетом, специальными службами. Конечно, я бы не согласился по поводу того, что у нас все-таки управляющие компании есть приличные, которые работают и выполняют свои обязанности, но их немного, но они есть. Вот эти люди исполняют свои обязанности достойно, жалоб от них нет. Я вот как руководитель Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия» имею уже опыт, который позволяет оценивать работу компаний объективно, управляющих. Есть компании, которые максимум получают прибыли, есть компании, которые следят за своей репутацией. Вот у тех компаний, кто следит за своей репутацией, у них дорожки посыпаны всегда там, где надо и вовремя. Что касается гололеда на дорогах, это внутриквартальные дороги крупные и главные наши магистрали города. Я думаю, что здесь вопрос стоит гораздо системно нерешенный, вопрос многолетний. И если не будет политической воли и желания корень решить, то никакие службы городские своевременно в объеме города с гололедом не справятся в утренние часы, которых всего 2-3. И начинаются пробки. На наш взгляд проблема состоит в следующем. Давайте посмотрим, что происходит с нашим городом в период осадков. Неважно, снег это, дождь это, а в осенний период, позднее осень и зима, это усугубляется низкими температурами. У нас город тонет в осадках, потому что у нас ливневая канализация не работает. Ее недостаточно. А самое главное, как мы знаем, мы готовы экспертам поручить разобраться в этом вопросе, правильно ли мы понимаем или нет. Мы знаем, до нас дошла информация, точнее, что ливневые канализации на сегодняшний день не имеют собственников. И не имеют собственников ни один год, ни два, ни пять. Опять, это проблема системная. Если нет собственника, нет ответственного за то, почему мы тонем при среднем количестве осадков, даже незначительном ливне, мы начинаем тонуть. В мороз все усугубляется. Вот катки. Это первый вопрос. Второй вопрос. Нет ответственного, постоянного ответственного лица, я имею ввиду юрлица, который обслуживает наши дороги, либо является подрядчиком по строительству, которому будет вменено. Либо привести в надлежащее состояние при строительстве, при реконструкции дорог, ливневой канализации, либо при строительстве новых дорог, которыми мы так хвастаемся последние годы, что мы построили дороги. Но мы не заметили, чтобы в городе дороги среднего значения, средней проходимости, вместе с ними строились и ливневки. Этого мы тоже не заметили. Поэтому, пока власть не проявит политическую волю и не решит вопрос по приведению в порядок, а для этого надо определить собственника, я не знаю, есть юристы, которые должны прийти к тому, как у этих сетей должен получиться собственник. Как только у них появится собственник, появится ответственное лицо, которое может не только спросить. Мы даже подскажем власти, что можно сделать, которые могут, как появится собственник, он может заключить договор с той же концессией водоснабжения на обслуживание ливневой канализации. И тогда бизнес будет заинтересован, чтобы эти работы проводились вовремя, в полном объеме. У нас исчезнет вода, мы перестанем тонуть. И тот мороз, который попадает на сухую дорогу, он только будет помогать быстрее делать ее сухой. И мы сразу сэкономим на рабочих людях, которых сейчас нужно нереальное количество, если это осахни и мороз, на технике, на ГСМ, на соли, на здоровье, самое главное, здоровье граждан. Мы и здесь им поможем, понимаете? Это будет локомотив, который решит этот вопрос. Им надо просто заниматься, об этом надо думать. Ну, справедливости ради отмечу, что лет 10 назад, оказавшись у наших соседей в городе Астрахань, приехав туда, и за 3 часа прошел небольшой ливень, и город, ну, по колено, наверное, погрузился в воду. В Волгограде я стал это наблюдать, ну, с определенным временем, то есть сейчас, да, такая же проблема есть. Для меня тогда это было странно, потому что в Волгограде работали ливневки. Я напомню, мы работаем в прямом эфире, наш телефон 78 16 96, и у нас уже есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире? Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Петр Михайлович. Петр Михайлович, наш вопрос. Но мне, прежде чем задать вопрос, я бы хотел, я проживаю на улице Ерёнинка, дом номер 116. Хотел поблагодарить депутата городской думы Илья Дмитриевича Багрова за оказыванную нам помощь. Мы жильцы обратились к нему после его избрания. У нас размыло августовскими двумя ливнями очень сильно угол дома, вода пошла из подвал, сделали такой вот скот, так сказать, тоже вот о чем вы сейчас говорите. Люди раньше там падали, скользили. Илья Дмитриевич там помог, отсыпали, предотвратили, выровнили, нет положений. Ну, а вопрос мой такой, значит, и просьба. Илья Дмитриевич, жильцы дома, просят вас продолжить эту начатую вами замечательную работу по безопасности проживания. Вот по тому участку, по которому мы говорили, я в течение многих лет никто не обращал внимания. А на подъезде к домам вы былими и так далее. Мы надеемся, что вы нам в будущем поможете. Спасибо вам большое за ту помощь, которую вы нам оказываете. Спасибо за звонок. Илья. Спасибо, Петр Михайлович, конечно, за благодарность. Очень приятно с вами сотрудничать. И надеюсь на плато, сотрудничество в дальнейшем. В ваш дом, конечно, попала в такую ситуацию. Бывшее прожитие унаследовало массу проблем, зажатое, причем, коммерческими пристройками, организациями, с узким входом. И, конечно, благоустройство это первостепенно для вашего дома, потому что оно фактически вылешено. То, что мы с вами маленькую часть работы начали, мы ее будем продолжать. И, конечно, нужно, и самое главное, нужно стремиться, чтобы комфортное проживание граждан было у нас равно для всех. Независимо от того, в какие ситуации данный дом попал. Поэтому мы с вами отработаем эти все моменты, и в любом случае мы их доведем до финишного заключения. У меня тоже есть вопрос уже к вам и к партии ЛДПР. Вот вчера журналисты по итогам вот этого вот утреннего, неожиданного для многих происшествия в лице гололеда попытались выяснить, кто должен убирать вообще дороги, ведущие к социальным учреждениям. Вот на примере Кировского района. В администрации района посоветовали обратиться в муниципально-бюджетное учреждение ЖКХ Кировского района. Там отправили журналистов муниципальное предприятие ДСР Советского района. Те, в свою очередь, утверждают, что зона ответственности у соцучреждений, это поликлиники, школы, детские сады, это зона ответственности управляющих компаний. Управляющие компании уверены, что в их обязанность ходит лишь придомовая территория и посылают в обратном направлении, то есть обратную администрацию района. Что делать жителям в такой ситуации? Вот замкнутый круг получается. Вроде здесь мы отвечаем, вот около подъезда посыпал дворник нам от управляющей компании, а чуть дальше уже нет. Жителям что делать? Ну, к счастью, у нас у каждого территории, у каждого пространства есть свой хозяин. Если мы говорим о социальных объектах, о медицинских учреждениях, то внутренние части, в основном больницы, роддома, крупные поликлиники, они заключают договора на уборку прилегающей территории, на обработку и, соответственно, на вывоз снежных масс и посыпку. То есть, таким ряд договоров имеется. Тротуары, пешеходные зоны, которые у нас подходят с этим учреждением, надо, конечно, смотреть муниципальные задания. У нас организации обслуживают муниципальные данные территории. Либо это было МБУ ЖКХ района какого-либо, да, либо это дорожное предприятие, которое обслуживает. У всех есть прописанная своя зона ответственности. Соответственно, желательно бы до наступления такого периода определиться, особенно социальным объектом, и уже сигнализировать о том, что данную территорию необходимо убрать. Вчерашний день показал, что по факту уже сигнализировали. Вот там не посыпали, здесь не сделали, и как бы все возмущение жителей выливается, и выливается оно как раз на действующую власть. Это же, получается, не было предусмотрено? Ну, к сожалению, у нас и климатическая погода, но и можно всегда на нее, да, кланять о том, что у нас там ледяной дождь и такие туман, переходящие сразу в изморося с обледенением. Но это, конечно же, не оправдание. Зачастую вам скажу, что вот мы тут говорим про песок. Песок, к сожалению, в этих погодных условиях не работает. Песок замерзает, он не растворяет лед у нас, потому что в нем нет содержания соли никакого. Поэтому, если мы говорим с вами о защите людей, то и для того, чтобы они подходили у нас к социальным объектам, использовать нужно только песко-соляную смесь, либо, как сейчас у нас должно внедряться в Москве, уже давно внедряется, это противолюбные реагенты и даже не жидкие, а на сегодняшний день активно идет гранола с предварительным смачиванием. То есть, это, кстати, нашу волгородскую производитель, завод «Каустик» нас производит. Данный антигалоридный реагент имеет долгосрочное свое действие, то есть он растворяется постепенно. Понятно. Напомню еще раз телефон прямого эфира 781696. И у нас есть еще один телезритель, который дозвонился нам в студию. Добрый вечер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Константин Петрович, Спартановка. Константин Петрович, ваш вопрос. Вопрос такой. У нас в свое время более бы и был нормальный, управляющий компанией УКАТ-СР, экспортирующий компанией ТЭК, тоже Требетоводского района, обслуживает дома наши Громши 47, 49, Николая Транс, 51, и тут дорога идет в школу номер 61 и в детский садик. Но настолько было скользко, что люди вынуждены были возвращаться домой, потому что идти было невозможно. Почему? Потому что отсутствует песок, во дворе не завезен песок. Что делать, да, как бы вопрос? Да, ну так как раз готов тоже прокомментировать. В наш Центр правовой поддержки населения ЛДПР точно так же обращается большое количество граждан именно по вопросам, связанных именно с осадками и так далее. В том числе нами была оказана поддержка и в суде, где мы добились возмещения как раз лечения после падения в скользкую погоду. И хотелось бы действительно здесь отметить момент, что есть у нас всего две или же два понятия именно территории. Первая муниципальная, вторая частная. Если территория частная, соответственно, здесь у нас все вопросы, которые возникают, мы должны адресовать напрямую в адрес управляющей организации. При этом, если у нас этот вопрос касается именно частной территории, то есть контролирующие органы в лице ГЖИ, которые как раз-таки в преддверии у нас изменения погодных условий должны были бы проверить управляющие организации на наличие, первое, песка, закупки, их место расположения, а возможно еще действительно каких-либо смесей, которые помогают разрушать покрытие льда. То есть это соль, либо же бешофит замечательный. Именно в тех случаях, когда у нас... Я все пытаюсь добиться ответа, а почему не проверили? Работают по факту ГЖИ и другие контролирующие органы? К сожалению, ГЖИ у нас не обладает такими возможностями. То есть почему-то у нас законодательство не предусмотрено, чтобы данная организация ходила и каждый раз проверяла и предотвращала негативные последствия. В том числе и для администрации. То есть у нас есть второй класс категорий именно территории, это муниципальные. У нас в 2017 году как раз-таки прошла инвентаризация земель. И администрация прекрасно знает о том, из чего данная территория складывается. И уже точно так же могла бы заказывать какие-либо материалы для того, чтобы данную территорию обрабатывать. Точно так же с коллегами прекрасно озвучены, есть контракты, договора с бюджетными организациями. Почему администрация в лице заказчика не проверяет деятельность данных структур? Вот это мне очень непонятно. Это большой вопрос и большая проблема, к сожалению, на нашей территории города Волгограда. Кстати, вот, если позволите, тоже добавлю, есть, кстати, среди управляющих компаний яркие предметы, примеры, да, которые у нас на сегодняшний день приобретают песко-соляную смесь, либо готовую, либо реально замешивают. Есть примеры города Волжского, где управляющие компании подготавливаются к земле, понимая о том, что затратная часть на приобретение антигалолидных реагентов гораздо меньше, чем, соответственно, потом выплаты, даже пусть по единичному случаю, потому что они в разы превосходят затратную часть на покупку реагентов. Можно я буквально два слова хочу добавить, тоже свое мнение высказать. Все-таки вот на вопрос, то, что вы приводили, пример Кировского района, люди прошли по кругу, и кто виноват? Я и что делать, и каким образом тут крайних искать? Я свою точку зрения высказываю, личную абсолютно, кто-то может с ней согласиться, кто-то нет, но вот что думаю, то, соответственно, и говорю. В моем понимании на конкретной территории, в данном случае районы, не важно, это Кировский, Краснооктябрьский, любой другой в городе Волгограде, за все отмечает администрация района. Но есть вопросы, которые она может в силу своих полномочий решать напрямую, административным путем и порядком, есть вопросы, на которые она напрямую не может повлиять, но и взаимоотношения с управляющими компаниями, и все вопросы там контроля прямого или опосредованного. То есть у администрации есть масса сегодня рычагов, как повлиять на ситуацию. Если бывают такие моменты, когда прямого по законодательству, по действующей практике, по нормативным актам каким-то, прямого выхода на решение проблемы нет, но администрация всегда знает, в чьей компетенции этот вопрос, и она просто обязана представлять интересы своих жителей, жителей района, обращаться туда. И ясно, что это, если будет обращение не одного, двух, пяти человек, а если это будет администрация района, ясно, что она будет быстрее услышана, и ясно, что вопрос будет быстрее решаться. Поэтому, если там за что-то отвечают управляющие компании, ну есть, скажем так, аргументы у администрации района, обязательно втолковать этой самой управляющей компанией, что лучше не спорить, не бодаться, не уходить от решения вопросов, а лучше оперативно принять меры для того, чтобы все-таки этот вопрос был решен. Я абсолютно в этом убежден. А мы, к сожалению, зачастую сталкиваемся с тем, о чем вы сказали. Администрация пытается на кого-то... Та же вот структура МБУ. Это же какая структура? Там МБУ, ЖКХ, конкретно район. Ну, это же структура, которая подчиняется напрямую администрации. Но вы зачем людей гоните, чтобы они там звонили, или шли, или ехали в МБУ? Но вам проще снять трубку телефона и сказать, есть сигнал, вот оттуда принимайте меры. Если это МБУ, ЖКХ, если это ответственность управляющей компании, вы точно так же знаете всех руководителей, сняли трубку, и точно к вам прислушиваются быстрее, нежели к Иванову Ивану Ивановичу, который еще должен найти руководителя этой управляющей компании. И по другим позициям. За все отвечает администрация района. И если руководство ответственное, то при всех трудностях, которые есть, финансовые, там не все полномочия есть у этой администрации, действительно, там они определены, прописаны соответствующими документами. Но, вот мне кажется, это как раз-таки, вот это вот гололед, он лишний раз подтвердил и высветил эту проблему. Сегодня всем нашим должностным лицам, администрациям, им не хватает ответственного отношения, вот перед своими, к своих обязанностям, перед своими жителями, перед жителями конкретного района. Юрий Федорович, буквально коротко у нас телефон. Да. Что хотел бы добавить. Вот мы сейчас говорим о том, что вот у нас все замыкается на власти, а власть говорит, что у нас не хватает возможностей. Так или иначе, проинспектировать, проконтролировать, по факту все происходит. У нас есть конструктивное предложение. Если у партии «Справедливая Россия» одинаковый взгляд на то, что у нас с властью, что если у нас гражданин – это приоритет, его благополучие, здоровье – это приоритет, Центр защиты прав граждан партии готов помочь администрации с сигналами, где что не так. И я предлагаю создать администрации центр, где будет горячая линия. На горячей линии будут фиксироваться специалистами звонки, в том числе от Центра защиты прав граждан, где что плохо, где житель может напрямую позвонить, задать сигнал, и пусть компетентные сотрудники раскидывают по подразделениям администрации эти задачи, они заставляют людей тащить в волокиту, где центры помогают людям разобраться в этих длинных вопросах, кто за что отвечает, кому писать, и попадают в переписку бесконечную, когда им уже не захочется вопрос решить. Вот давайте создадим, есть многие города, где это существует, давайте создадим, мы готовы подключиться и помочь власти правильно, вовремя узнавать о тех проблемах жителей, которые приведут к более достойному их проживанию. Давайте мы готовы. Продолжим разговор, у меня вопрос сразу, вы сказали, что есть конкретный пример, когда человек потратил, скажем так, свое здоровье из-за непогоды, и вам удалось в суде добиться возмещения компенсации лечения, я так понимаю, наверное, и морального какого-то времени. Да, первоначально как раз это все и происходит каким образом, вызывается скорая помощь, которая фиксирует факт падения, дальше точно так же описывается, при каких условиях это все произошло, немаловажным моментом нужно зафиксировать еще и место, где это все произошло падение, после чего мы уже выясняем, первое, к кому она относится, данная территория, и кто является ответственным лицом. Ко всему прочему, берутся справки с медучреждения, где проходило лечение, поста, соответственно, иной период, какие лекарства требовали для восстановления, чтобы уже это все аккумулировать и действительно предъявлять исковые требования. Либо же к управляющей организации, так как не оказана надлежащая услуга в рамках статьи «Содержание ремонта общего имущества», либо же к муниципалитету то, что не исполнили свои обязательства в рамках 131-го федерального закона. Здесь достаточно просто. Есть телефонный звонок у нас. Добрый вечер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я с вами. Тамара Ивановна. Тамара Ивановна, ваш вопрос нашим гостям. Здравствуйте, дорогие депутаты. Вот нашу сильную больницу очень хорошо отремонтировали. Поставили новый забор, дворовая часть там, как говорится, только что языком не выглядели. Но вдоль седьмой больницы есть тротуарная дорожка, по которой ходят больные в поликлинику. Она в таком состоянии, что я не знаю. Вот бочерок приезжает на экскурсию в седьмую больницу. Как бы его надо было провести там, чтобы он посмотрел. Они ходят с больными ногами, спотыкаются. И каждый раз проклинают. Все и вся на свете. Спасибо большое. Да, наверное, действительно там не очень хороший, скажем так, тротуар около поликлиники седьмой больницы. В чем проблема? На сегодняшний день у нас тротуары не были включены в какую-либо работу. Программу по реконструкции, по ремонту их сейчас в рамках программы безопасной и качественной дороги на это внимание уделено. То есть, если мы сейчас будем обращать внимание на ремонт дорог, там независимо это местные проезды, либо первая, там вторая продольная тротуара у нас сейчас включили. И они ремонтируются. По улице Казахской надо, конечно, посмотреть, была ли она в ремонте последние три года, и включен был или нет данный объект. Но больше, чем могу сказать, разрабатывается программа сейчас в администрации города, тротуар Волгограда, в которой будут включены объекты не только существующие, но и также строительство пешеходных зон, где можно было беспрепятственно пройти вдоль той же самой продольной, как вторая, к примеру, которая лишена у нас полностью. Вот такая программа разрабатывается, и надеюсь, что она будет реализована в ближайшее время, и пешеходная доступность будет выполнена. Тем более у нас сейчас в Волграде нарастает движение, велосипедистов, да, и большими темпами, и вот буквально недавно была информация о том, что наш город рассматривается как один из кандидатов для проведения съезда такого велосипедистов, там, общества, да, этого, и поэтому это все подстягивает, конечно. Спасибо. Михаил Александрович, у меня к вам вопрос. Ну, наверное, я так понимаю, вы хотите и нашему телезрителю ответить. Буквально два слова, да. Вот было сказано сейчас коллегой о том, что разрабатывается программа тротуара в городе Волгограде. Я уже сегодня говорил, что я представляю район Краснооктябрьский, уже второй созыв в областной думе, и за это время, наверное, уже не со вторым, наверное, уже с третьим созывом депутатов городской думы я вместе работаю, потому что, ну, город один, одна территория, одни люди у нас. Так вот, эта программа, периодически к ней подступают тротуары, периодически заявляется о том, что она разрабатывается, и это дело ничем не заканчивается. Я очень хочу, чтобы нас слушали не только жители города, но чтобы нас слышали и руководители города, или, возможно, их помощники, которые им передадут. Я думаю, что слушают. Очень хотелось бы, чтобы в этот раз, я не знаю уже с какого захода, но чтобы программа тротуаров города Волгограда все-таки была принята. Михаил Александрович, ну, вот тут даже, я не знаю, как сказать, мне кажется, за последнее лето, осенью, частично, вот уже и в зиму я видел, да, центр Волгограда, по-моему, пару раз уже перестелили тротуар, плитку положили, брусчатку, причем жители жалуются, что она невысокого качества, и вот вода, которая на ней, она никуда не уходит, и просто вот превращается, который сильнее всего, инстинкт самосохранения уже нашей телезрителя, обострился на улице Краснознаменской, на новом тротуаре, рядом с Гдюцем, который накануне чемпионата мира укрыли не самой практичной брусчаткой. Тут как-то сложно поспорить, укладываются тротуары. Ну, укладываются далеко не везде, и вы правильно сказали, речь идет о центре Волгограда, которым более внимательно занимались в преддверии чемпионата мира по футболу, который прошел в этом году, но вы еще одну тему очень важную, там, вы телезрители затронули, и пока мы эту тему не решим, эту проблему не решим, мы так и будем раз за разом возвращаться к этим вопросам, говорить, что вот и там, и там, и там вот эти адреса неблагополучия, вопрос до сих пор не решен, годы идут, а ничего не происходит. А проблема эта заключается в том, что зачастую эти работы выполняются некачественно, контроля настоящего за ними нет, нередко, но это уже притча во языцах, но это же правда, и это правда нашего города-героя Волгограда, в котором мы живем, и это правда уже не одного года, когда ту же плитку, тот же асфальт кладут уже в слякоть, в грязь, в мороз, в снег, и при этом делают вид, что ничего страшного не происходит, хотя, ну даже не надо быть ни дорожником, ни строителем, надо просто иметь какой-то жизненный опыт, чтобы понимать, что завтра, послезавтра ничего не будет, поэтому вот в данном случае это и происходит, и это опять же вопрос к власти, да, люди могут об этом говорить, они и говорят, они сигнализируют, они не молчат, они возмущаются, они предлагают, люди, мы нередко сетуем вот на волгоградцев, но вот они неактивны, неактивны, но у нас очень много активных людей, которые и время свое тратят, и годами, и во все инстанции обращаются, и добиваются, и стараются, и так далее, то есть сигналов для власти о том, что вот обратите на это внимание, вот сюда обратите свой взор, таких сигналов очень много, и с одной стороны, вы абсолютно правильно сейчас сказали, есть примеры адресов, тот же центр города прежде всего, где из года в год, по одному и тому же месту, то асфальт укатывают, то тротуарами занимаются, но толку, как правило, нет, потому что за качеством никто не следит, и нередко халтурят, нередко просто сейчас разбазаривают деньги, а другие районы, там не доходит ход, и там люди годами хотят, чтобы что-то изменилось, но это мало что меняется, точно так же, как сегодня, вот уже сколько, с 16-го года пропагандируют, пиарят эту программу, сначала она называлась «Мой дом, мой двор», теперь там благоприятная, или там доступная городская среда, там разные есть названия, неважно, даже средства идут, там и федеральные частично, из областного бюджета частично, поддержка идет и так далее, но сегодня дворов, которые нуждаются в таком благоустройстве, по Волгограду, их тысячи, это не мои слова, это слова тех людей, кто в администрации города профессионально занимается этими вопросами, а у нас в этой программе, там, ну, в пределах 200 дворов, у нас на Красном, в этом году только два двора было сделано, в следующем году, ну, одним больше, одним меньше, но это не решение, и так по всему городу, это не решение проблемы, вот об этом, конечно, ну, кто, власти, кто принимает бюджет, кто принимает программы, кто принимает вот это вперед, а вот это потом, это власти города Волгограда, и они прежде всего должны смотреть за этими вопросами, в том числе, чтобы по сто раз не делали одни и те же, некачественные тротуары, дороги и так далее. Спасибо большое, Михаил Александрович, у нас есть телефонный звонок, я так понимаю, по теме нашей беседы, добрый вечер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Зовут меня Галина Михайловна, я звоню по адресу Жукова, проспект Жукова, 123, наш дом оказался, вы меня слышите, да? Да, 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 Жукова 123. Наш дом оказался без управления, без управления уже, как минимум, два месяца. Раньше в нашем доме вообще практически не управляли, не содержали жилье, а сейчас два месяца вообще, не убирают, ни подъезды, ни окладомовые территории, не содержат дом, платежки приходят регулярно. А какая управляющая компания у вас? Сейчас опять вот начались осадки, началась зима, протекает крыша, как было при управляющей компании, которая полностью от нас отказалась. Отказалась от нас ЖЭО, сейчас не посыпаются эти дорожки, ничего вообще не делается. Мы уже много лет бьемся с вопросом о том, чтобы у нас во дворе находится многофункциональный центр, МФЦ Дзержинского района. У нас двор превратили в круглогодичную, круглосуточную автостоянку, заезжают на детскую площадку машины, заезжают под окна. Вообще выйти нельзя даже пройти по тротуару жителям. А сейчас у нас нет даже стоков во дворе, не ограждаются вот эти вот, то, что с крыш падает. Люди вообще боятся уже из квартир выйти. Лестницы рушатся все, все эти, крыльцо рушится, и крыши протекают, вот уже новые протоки. И даже в доме уже все же были встречи, которые находятся на стяжках. Алло, вы меня слышите? Никто не хочет брать в управление. Дело в том, что он когда-то был признан аварийным, а теперь куда-то все документы делали. Мы сделали запрос депутатам. Я попрошу вас оставить ваш контактный телефон нашим помощникам в аппаратной, чтобы представители и юристы... И мы можем сейчас сразу ответить. Да, это как бы все равно, я сразу просто говорю, потому что, да, пожалуйста, Юрий Федорович. Значит, уважаемый житель, что мы хотели вам сказать? Галина Михайловна. Нина Михайловна. Галина. Галина Михайловна. Галина Михайловна. Очень большая доля в решении вопросов по своей придомовой территории, по решениям вопросов с управляющей компанией зависит от самих граждан. Если вы на самом деле хотите что-то в своем доме решить, если вы на самом деле хотите что-то на своей территории благоустроить, если вы хотите, чтобы вас слышала власть, если вы готовы организовать инициативную группу по инсценированию избрания легитимного, порядочного совета дома, если вы хотите, чтобы вам с вами считались, обращайтесь к нам. Центр защиты прав граждан партии «Справедливая Россия». Мы вас научим. У нас есть программа, как взять дом под свой контроль. Приглашайте вашу инициативную группу. Мы вам расскажем, покажем, научим, поможем по обращению, по длинному пути, который мы с вами пройдем, если вы действительно этого хотите. Если у вас нет активной группы жителей, вам не поможет никто. Спасибо. А вообще такое может быть, что взяла управляющая компания и сказала, а, не будем дом обслуживать? Нет, такого не может быть. У нас управляющая организация будет осуществлять свою деятельность до тех пор, пока не появится иная управляющая организация, которая передаст техническую документацию и спокойно уйдет в освоясь. Есть ряд случаев, когда у нас отзывается лицензия, тогда у нас администрация выступает с инициативой к собственникам инициировать вопрос избрания управляющей организации. Если собственники это игнорируют, хотя наделены таким правом, действительно, и есть вопросы, точнее, моменты, когда действительно надо собственников подключать к этому моменту, тогда уже администрация выносит вопрос на конкурс и избирается и на управляющая организация. В том числе и в данном случае здесь непонятно, есть ли управляющая организация, которая присылает платежный документ, а нам Галина Михайловна это обозначила, что приходят платежки, значит, надо заниматься данной управляющей организацией, либо же непосредственно с ней, либо же через контролирующие органы. Если действительно у нас управляющая организация исчезла, то надо обратиться в адрес администрации с вопросом о том, что мы вот сами проявляем халатность, проявляем пассивность, будьте добры для нас определить новую управляющую организацию. Мы передадим всем участникам, мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после этого вернемся в эфир телеканала «Волгоград-1». Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мы продолжаем нашу беседу. Поступил звонок телезрителя, Галина Михайловна сообщила, что дом по адресу Жукова 123 у нас остался без управления, а это дом, где находится МФЦ Дежинского района. И что делать? Ну, к сожалению, такие случаи были уже в нашей полгоградской практике. У нас есть, конечно, помимо собственников приватизированных квартир, собственники неприватизированных квартир, это муниципалитет, который имеет право в первую же очередь выйти с предложением об избрании другой управляющей компании. Дом, я так понимаю, небольшой, причем первый этаж муниципалитет, это МФЦ, у нас областная структура, нежилое помещение, которое тоже примет участие в голосовании, как собственник нежилого помещения. Там еще и ЗАГС, насколько я помню. Да, там еще и ЗАГС переехал. Поэтому очень оперативно можно проголосовать за избрание новой управляющей компании, то есть их масса у нас на сегодняшний день. И как вот из этого момента выйти самооперативно, составить акт с представителем администрации и МБУ о том, что услуги не оказываются, и с той управляющей компанией, с которой они определились, с протоколом прийти в ГЖ и податься на включение в реестр. Достаточно все быстро. То есть обратиться к главе дежурного района. Да, в 2015-2016 году такая практика активно использовалась после начала лицензирования. Спасибо большое. У нас есть еще один телефонный звонок, буквально коротко, и обсудим еще одну немаловажную коммунальную тему, которая зреет в Волгограде уже несколько месяцев. Добрый вечер, вы в эфире. Пожалуйста, представьтесь. Добрый вечер, Сергей Николаевич, я живу в Красно-Оссядовском районе. У меня, знаете, если времени не очень много, я хотел бы вот что сказать. Смотрите, есть такой город Москва, очень благоустроенный. Есть там глава глава Собянин. Так вот, Собянин в таком городе еженедельно отчитывается, у него есть прямая лимонная телефон, он еженедельно отчитывается перед гражданами. Они задают ему вопрос. Он конкретно решает сразу то, что они приходят на телефон. У нас наша власть не городская, не областная, ни приемов нет, ни отчетов или жителей, ни прямой связи никакой. Мне кажется, во многом вот их еще проблема. Наша власть, она не хочет ничего сделать в городе, поэтому ей связь с людьми, рядовыми, кто ходит на земле и видит, что делает. Ты можешь сигнализировать, доказать или наникнуть, что-то делать или предложить что-то. Она им не нужна. Я вот шел буквально пару дней назад по порту Саида, и вот там где остановка, как ехать в сторону Ворошиловского района, там в грязь кладут плитку. Собственно говоря, я об этом говорил. Около памятника основателя нашего города вчера буквально клали плитку. Ну вот так, про обратную связь, вот я и хотел бы, ну как-то повлиять на них, чтобы наши власти, областные, городские, чтобы они напрямую общались с жителями. Спасибо большое. Он на Ковский обращается, а он гораздо выше по вложению нашего Бочарова и Лихачева и прочего. Да, спасибо большое. Как раз наша программа-то, наверное, сделана, чтобы выстраивать такой диалог. Я думаю, представители исполнительной власти смотрят нашу программу и какие-то действия предпримут, а по поводу этого мы буквально только что общались за эфиром во время рекламной паузы о такой системе. Михаил Александрович, как вы думаете, приживется такая система, где можно, вот свое возмущение, жители могли в режиме онлайн, с мобильного телефона высказывать, вот в Волгограде вообще возможно такое сделать? Я считаю, что по этому пути надо двигаться. Мы живем в 21 веке, веке информационном, поэтому все, что человеческая мысль нам дает для облегчения нашей жизни, для ускорения решения тех вопросов, которые стоят в повестке дня, однозначно это надо использовать. Мы действительно сейчас за эфиром обменивались мнениями, говорим о том, что в целом ряде регионов есть такой опыт, положительный опыт, когда в режиме конкретной программы можно достаточно оперативно и обратиться, и достаточно оперативно людям ответственным отреагировать, дать соответствующие поручения, а самое главное, то, что для людей важно, вот о чем сейчас говорил Сергей Николаевич, важно для людей, чтобы они увидели, что на мое обращение отреагировали, что пошло какое-то движение, что у меня есть какая-то мне понятная перспектива, что вот за какое-то время что-то может измениться и так далее. Я думаю, что однозначно в этом направлении надо двигаться, и я абсолютно убежден, что какие бы ни были затраты, тут можно говорить, больше они будут или меньше, но я считаю, что это как раз то, где нельзя экономить, и любые затраты в этом плане, они будут оправданы, они дадут большой эффект. Это доверие. Это однозначно. И по отчету властей. Я считаю, что больной вопрос, и наш телезритель и здесь прав, что называется, в десятку, потому что, ну вот, четыре с половиной года работает этот созыв областной думы, работает наш губернатор, он ни разу не отчитывался на заседание Волгоградской областной думы, о чем я и еще группа депутатов неоднократно говорили, официально обращались к нему в соответствующие надзорные правоохранительные органы. К сожалению, прокуратура нас не поддержала в нашем требовании, чтобы губернатор отчитывался на заседание областной думы. Хотя я не знаю ни одного региона из 85 российских, кроме Волгоградской области, где бы руководители региона не отчитывались. Тот же Собянин, которого сейчас упоминали, у которого хозяйство несопоставимо более серьезное, там только официально 12 миллионов населения живет, он всегда приходит на заседание Московской городской думы, всегда отчитывается, и плюс вот те передачи, о которых говорил телезритель. Я думаю, что однозначно эту практику надо перенимать, и нашим руководителям, которые работают на уровне города Волгограда, на уровне районов. Конечно, приемы надо проводить постоянно, особенно это касается городских руководителей, потому что в районах более-менее прием граждан проводится. Что касается первых лиц района, первых лиц города, то я считаю, что они чаще должны такие приемы проводить и использовать, в том числе и то, о чем говорил наш телезритель, и другие современные формы общения с тем, чтобы можно было действительно оперативно реагировать, и самое главное, понимать ту проблематику, что волнует сегодня людей в первую очередь, и оперативно использовать свои полномочия властные, реагировать на эти проблемы. Спасибо, Михаил Александрович. Да, буквально пару раз. Да, прям вкратце добавить. У нас приемы администрации главы ведут. Помимо этого, у нас в районах есть депутатские приемные, городские, областные, и городских депутатов. Моя приемная Трощанцев 19 находится, каждый четверг ведется прием, причем действующий телефон, которому нужно всегда дозвониться и оставить свое обращение, на которое мы непосредственно отреагируем, как люди, которые призваны, да, призваны, избранные, поэтому любой вопрос будет рассмотрен. Вот одна из больных тем, которая всплыла тоже с наступлением холодов, что зима, она не только на улице бывает, но и в домах. Вот один из жителей, волгоградец, Андрей Черкесов, об этом, наверное, написали все средства массовой информации на этой неделе, проживает он на 51-й Гвардейске, это жилгородок, столбик термометра в его квартире не поднимается выше 10 градусов тепла, я сегодня с ним общался, он позвонил в ЖЭУ, пришли, сказали давление в трубах низкое, обещали разобраться, прошло 2 недели, так ничего не изменилось, даже после публикации в средствах массовой информации ситуация в квартире у Андрея не поменялась, вот по его словам. Таких случаев достаточно много, также много, не так много, но достаточно нашумевший тоже случай на улице Ярославской, это на Тулака, где ТСЖ Ярославский включил жителям отопление на полную катушку, так да так, что они бедные не могут даже находиться в квартире, приходится открывать окна, при этом их бросило в жар в прямом смысле, а второй раз бросило в жар, когда они получили платежки за по 4,5 тысячи, там буквально за какой-то не такой большой период. Кто-то сталкивался с такими ситуациями, да, давайте, Юрий Федорович, потом вы тогда. Вот вы как раз сейчас, Сергей, назвали очень больную тему сегодняшнего периода года. Эта тема повторяется из года в год. К нам обращаются жители домов в Центр защиты про граждан Партии Справедливой России, обращаются с Тулака, обращаются с Титова, обращаются значит с Кировского района. Значит, там, где дома несовременных построек, там, где у них отсутствует чувствительная к температурам автоматика, которая автоматически останавливает подачу тепла, чтобы поддерживать нужно заданную температуру. Вот, те дома, где отсутствуют эти дорогостоящие автоматические устройства, они именно испытывают следующий проблематив. Он заключается в том, что у нас, когда на улице тепло, у нас на всю работают серьезные температура ненужная жителям, которым душно они задыхаются, как только у нас морозы, у нас холодные батареи. Дело в том, что это может быть следствием двух вопросов. Это может быть следствием следующей проблемы. Возможно, у нас региональный оператор, который данную услугу предоставляет, таким образом компенсирует свои потери. Либо есть другой вопрос, либо у него устаревшее оборудование в котельных, либо есть третий вопрос. Таким он не может справиться со своими издержками и организовать... Тут речь о ресурсоснабжающей организации, либо поправляющей компанией. Вот смотрите, кому выгодно продать больше гекокалорий, которые людям не нужны? Вот у меня на улице тепло, у меня жарит батарея, мне это зачем? Выгода у кого? Вот люди тоже удивляются. А вот когда на улице холодно... Вот смотрите, мы провели анализ, провели анализ состояния по жалобам, где нас приглашают, по жалобам состояния сетей, которые подходят к домам. Вот, например, мы говорим о северном городке, дом 2. К нам обращались жители в центр, значит, они говорят, коммуникация, которая к нам подходит по теплоснабжению, почти все не заизолированы, вы это знаете. А зато, когда... А у нас батареи, говорит, холодные, понимаете, там топим улицу, а здесь батареи холодные. Раз. Если вот мы говорим об этом, если мы говорим с вами, как решить вопрос, почему мы должны с вами за счет людей решать вопросы, давайте сделаем так, эту автоматику можно установить в этот дом, но она дорого стоит, у людей нет денег. Если у нас концессии заинтересованы в том, чтобы сэкономить свои издержки, они заинтересованы в том, чтобы народ не ободрать, давайте в рассрочку людям, давайте им рассрочку, договоритесь о тарифе, поставьте им эту автоматику туда, поставьте им туда эту автоматику. В рассрочку за счет кого? За счет жителей? Это может быть коммерческий проект, конечно, а это жителям в первую очередь нужно, у них нет сразу средств, это взять, либо давайте разработаем программу помощи, давайте посмотрим, может быть, можно и в этой программе людям поучаствовать, это первый момент. Второй момент, у нас очень вот к нам обратились люди с улицы Черняховского, это генерал Черняховского, это Ангарский, там представляете, на высоте трех метров более одного километра уже лет тридцать стоит теплотрасса, неизолированная, топит пол Ангарского, и никто на это не обращает внимания, когда-то там была аллея красивая, там гуляли люди, там это был центр Ангарского в частном секторе, а сейчас у нас что, это же и никто не, и никто не, если они заинтересованы оптимизировать затраты, но точки больные можно называть тут точно, точно, точно этой теплотрассе нечего делать на высоте трех метров, точно, переложить ее закопать-то это дорого, кто должен делать? Тот, кто обслуживает эти сети, конечно, конечно, они идут по этому пути, но идут они там, где это на показ, а пусть они идут по пути там, где это в первую очередь нужно, мы готовы, если к консессии нужны наши сигналы, центр готов, вот такие вот точки может быть для них неизвестные, мы готовы им эти сигналы передавать, пусть они нам скажут, мы готовы от партии, от жителей, принимаем сигналы, ребята, помогите нам, и мы вам поможем. Юрий Федорович, мы вчера разговаривали с консессиями, и как бы они готовы, если мы, мы готовы, как журналисты, помочь выстроить этот диалог для каждой партии с консессиями, без проблем. У нас есть, что им показать, где люди в первую очередь озабочены, в том числе, и их положением дел, где улицу греем, все зима. Максим. Да, правовый центр ЛДП уже не раз оказывал услуги именно по данному вопросу, во всех этих случаях нужно ориентироваться на два момента. Первый, это, соответственно, температура не должна быть больше, чем 25 градусов, и на это надо обратить внимание, не температура батареи, а именно окружающего воздуха. Не надо мерить температуру батареи, и не должна быть ниже, чем 18 градусов. Во всех, соответственно, данных случаях нужно приглашать сотрудников управляющей организации и составлять акты. Что делать с этими актами, мы обязательно подскажем в рамках правового центра ЛДПР. Точно так же очень хороший момент связан и, соответственно, с причинами возникновения данной ситуации. Если дом оснащен прибором учета общедомовым, то управляющий, точнее, ресурсоснабжающий организации очень выгодно прогнать через данный прибор учета большое количество ресурсов. Что они делают? Запрещают управляющей организации менять расчетные шайбы и гонят большое количество тепла. Если дом не оснащен прибором учета, то возникает обратная ситуация. Дом платит по нормативу и вне зависимости от того, сколько тепла в него не поступило, соответственно, деньги он получит именно ровно столько же. И ресурсоснабжающая организация не желает поставлять больше тепла. Поэтому в этих квартирах как раз-таки в таких домах холодно. А там, где центры правовой и защитные... Поэтому, да, составляем все, актируем и с удовольствием ждем в правовом центре. Советская 14. Советская 14. Ну, подведя... Советская 9. Да, тоже ждут. Марикадная 24. Подведя... Нет, я буду адреса называть, подведя вот правозащитников наших речь такую, да. На самом деле, вот сегодняшняя температура плюс-минус это самая нехорошая пакостная работа для коммунальщиков. То есть, это потому, что идет промерзание, отпускание грунта, начинаются порывы. Это первое. А второе, у нас дома разделяются на два типа. С непосредственным приготовлением воды горячей, в доме теплообменник и централизованным горячей снабжением. Так вот, те дома, где у нас это непосредственно приготовление горячей воды в доме в теплообменнике, всегда будет жарко. Потому что теплоноситель приходит один в дом и он нацелен на приготовление горячей воды. В противном случае люди будут жаловаться о том, что им холодно купаться. Соответственно, батареи будут раскаленные. Вот такой тип домов у нас существует в Волограде. И вот, как бы мы ни боролись, вот такая неустойчивая температура за бортом, она будет нести такие негативные последствия для жителей. Автоматику давайте поставим. У нас, кстати, по автоматике, если возможно, у нас в 2000-х годах был опыт о такой автоматике, кто не знает, в Красный Октябрь был пилотный проект, когда были установлены дизайные тепловые пункты. И как пилотный проект? Нет ничего хорошего из этого проекта. Потому что он требует двухтрубной системы. Я вас ждет через зрителя. Я скажу, да. Ведь мы начали вот эту тему обсуждать с вашего сообщения о том, что даже ваше средство массовой информации и подключение не помогло конкретному человеку избавиться от температуры воздуха у себя в квартире плюс 10 или там плюс 11 градусов. Я думаю, что вот это первопричина и первооснова. И опять же, возвращаю всех и наших телезрителей прежде всего к тому, что за это несет ответственность власть. Вот если человек, любой, инвалид, не инвалид, семья с детьми, да просто любой человек, пусть он трижды здоровый и сам вроде бы может за себя постоять, но если у него сегодня в зимний период времени дома плюс 10-11, ну это ЧП. В моем понимании это ЧП. И это значит сигнал для властей соответствующего уровня там районной администрации. Если они не могут, значит должен город подключаться для того, чтобы разобраться и принять соответствующие меры. И правильно было сказано, сейчас отопительный сезон начался и пытаются все равно крайним в этих ситуациях сделать человек. Там, тут есть приборы учета, там нет приборов учета. Вот наша партийная позиция, что все приборы учета должны быть не за счет людей, а должны быть за счет государства или за счет тех коммерческих структур, которые получают выгоду от того, что они или поставляют энергоноситель, или они обслуживают наши дома. Можно тут долго обсуждать, кто именно, но точно не за счет гражданина, мы уверены, потому что тот уровень дохода абсолютно у большинства граждан России, и в том числе жителей Волгограда, абсолютно небольшой уровень дохода. Он не позволяет еще тратить дополнительно на какие-то приборы учета или тратить огромные средства на необоснованные платежки. Ведь самое главное, что сплошь и рядом кто-то это может рассчитать с карандашом в руке, у кого-то, как говорится, навыков и образования и знаний хватает, кто-то не может, но все люди абсолютно правильно, справедливо говорят, они говорят, ну не может столько стоит тепло или тем более, когда это тепло отсутствует. Вот об этом надо говорить. Надо говорить, чтобы стоимость услуги по отоплению была обоснованной, чтобы она не была запредельной, чтобы это все было по карману, а у нас этого прежде всего нет. А потом уже вот те технические моменты, о которых коллеги говорили. На мой взгляд, вот так. Да, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Добрый день, как вас зовут? Я Полякова Галина Алексеевна, проживаю в Краснооктябрьском районе, поселок Мирный, двухэтажный, домам 56 лет уже, 57 лет. У нас была комиссия, когда мы с компанией в компанию переходили, и нам сказали, что у нас нет технической возможности поставить прибор учета. И за свои 36 метров квадратных я плачу за отопление 2700. Вот скажите, пожалуйста, кто этот закон издал, что мы платим по самому высокому тарифу, и у нас нет технической возможности поставить счетчики. Это один вопрос. И второй, в нашем доме живут бабушки с дедушками практически, которые восстанавливали Сталинград, город. Пенсии, у кого-то есть, конечно, побольше, у кого-то мизерно. И чтобы поставить счетчик, как нам в компании сказали, за свой счет, он стоит по 200 тысяч. У нас квартир 16 квартир в доме. Вот как быть в этом положении нам, пожалуйста, 2800, со своей пенсией 11 тысяч, у меня квартплата выходит по 7 тысяч и 2700 за 36 квадратных метров. Пожалуйста, я буду очень благодарна вам, если вы ответите нам на этот вопрос, мне, и куда можно обратиться. Спасибо, Галина Алексеевна. У нас как раз два депутата от Краснооктябрьского района. Давайте, наверное, сначала вам. Ну, к сожалению, у нас такие маленькие дома, они по закону не подпадают по закону энергоэффективности по нагрузке своей тепловой. То есть, прибор учета там просто не посчитает нагрузку из-за малого количества тепловоносителя. К сожалению, федеральный закон у нас такой был принят и так получается. Как в этой ситуации решить? То есть, надо, во-первых, посмотреть норматив отопления по этому дому, который есть, да, у нас существующий. Да, 0,35 кикокалории, это красотка, спасибо, подсказы-то свежели, да, помните. Это нагрузка, при которой можно поставить прибор учета. Данный дом не позволит. И мало того, что у нас дома, поселок-поселок Мирный, у нас... 11-этажки, или 9-этажки, у них новые, после 99-го года, у них будет норматив 0011. Понятно. А для двухэтажек норматив комитета мобильного определен 0,35, он в три раза выше, чем для 9-этажки. Связано это с темой, что как раз-таки дома малоэтажные. Вот и основной вопрос, почему комитет тарифного регулирования для таких домов, где проживают как раз мало обеспеченные слоем населения, определяет норматив в три раза больше? Каким образом это можно повлиять? К сожалению, только депутаты областной думы должны быть Нельзя в пояснить. Дело в том, что данные дома, двухэтажные, у нас без подполья находятся. У нас трубы проходят под полами людей, и при технологических помещениях, которые установить элеваторы или приборы учета, нет. Они в основном сидят на колодцах, от которых этот поселок Мирный питается гроздью. И данные тоже дома не подпадают. Допустим, нельзя ли для этих, этой категории граждан, которые проживают в таких домах, просто этот тариф, норматив инициировать вопрос его пересмотра в меньшую сторону? Правда, там живут, я был, понимаем, где это находится, там живут далеко не самые обеспеченные граждане, и дома находятся в ужасном состоянии. Почему никто с этой инициативой в качестве программы или чего-то еще, что у нас любит делать, а не выступает? Давайте обратим, это не так много этих домов по Волгограду, вот таких, которые действительно обстроили, восстанавливали наш город, любили бараки, бывшие. Вообще, если говорить как бы трезво на эту ситуацию, эти дома у нас должны уже перейти, как в Москве называется, реновация, да, и там у нас уже Михаил Александрович подскажет, у нас часть домов там снесено уже, и даже подготовлен котлован был для того, чтобы для постройки нового дома, к сожалению, не получилось в развитии, хотя у нас это ключевое краснооктябрьское место, напротив находится стадион «Зенит», сети все имеются в наличии, то есть заходи и строй, то есть тут и канализация тебе, и отопление, и горячая вода, и новое жилье у нас по закону, да, с приборами учета индивидуальными уже идет, где ты можешь сам регулировать свою запорную арматуру, и сам можешь выстраивать под себя тепло. А если мы говорим про малоэтажный застрой, который даже сегодня ведется, там советский район у нас, передовик, долина, да, строится, они все с автономным отоплением, свой котел, сам прибавляешь, сам убавляешь, со затраты на те же 52 квадратных метра тысячи рублей. Михаил Александрович, мы прервемся сейчас на короткую рекламную паузу, а потом, конечно, мы предоставим вам слово. Потому что мне тоже хотелось бы несколько слов сказать. Буквально небольшая рекламная пауза. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Мы продолжаем беседу, говорим о коммунальных проблемах жителей Волгограда. Михаил Александрович, наша жительница, позвонила с поселка Мирного, ваш избиратель. А вот с проблемой теплоснабжения. Не столько теплоснабжения, сколько стоимость теплоснабжения, что это непосильная оплата, только за отопление 2 800, человек получает пенсию около 8, и в целом за квартплату в зимний период времени получается, как нам было сказано, порядка 7 тысяч рублей. Хочу сказать, что, к сожалению, на Красном это не только поселок Мирный, это и так называемый четвертый участок на границе Краснооктябрьского и Тракторзаводского районов. Это еще целый ряд адресов, мы знаем о них. И по-хорошему, вот если так по-хозяйски подходить, конечно, эти дома надо расселять, конечно, там в основном вот это двухэтажные дома в очень плохом состоянии, как правило, и по-хорошему должна быть соответствующая политика властей, областных, городских, соответственно, средства необходимо изыскивать и так далее. Причем, варианты же разные могут быть, не обязательно же только бюджетные средства. Если бы администрации сегодня города, области серьезно бы работали, потому что поселок Мирный, это хорошее место напротив действительно стадиона «Зенит» в Краснооктябрьском районе, и можно же и в рамках так называемого государственного, частного партнерства искать варианты, заинтересовывать, скажем так, застройщика для того, чтобы снести этот квартал, скажем так, двухэтажных домов и на их месте построить более высотные дома и, соответственно, обеспечить жильем и тех людей, которые там сейчас живут, и что-то иметь возможность, чтобы заработать прибыль строителям, что-то реализовать на свободном рынке для того, чтобы был какой-то результат от их деятельности. Но этим же никто предметно не занимается, хотя, вот, опять же, нередко говорят, но вот вы, коммунисты, что бы вы ни говорили, вы все равно критикуете власть. Но скажите, как ее не критиковать, когда вот на уровне просто любого человеческого общения, просто здравого смысла, но то, о чем я говорю, ну, всем очевидно, и каждый скажет, ну, да, конечно, а как по-другому? Но на самом деле этого ничего не происходит. Поэтому, конечно, лучший бы вариант вот здесь, в этом направлении двигаться, но власть сегодня это не решает, и я считаю, что выход только один, менять эту власть, чтобы пришла власть понимающая, профессионально ответственная, чтобы она все это дело сделала. Это первая часть моего ответа. Вторая часть. Пока власть не поменяли. Действительно, существуют разные нормативы по теплу, и если это там пятиэтажные, там девятиэтажные, шестнадцатиэтажные дома, это одно. Самая неблагоприятная ситуация, это вот для такого рода домов, которые малоквартирные, которые двухэтажные, которые старые, которые с точки зрения вот своего возраста, там более 50-60 лет, и так далее, и так далее. И здесь существует, на мой взгляд, очевидная несправедливость, потому что вот коллега из ЛДПР сейчас говорил абсолютно правильно о том, что норматив по теплоснабжению для этих домов старых, он в несколько раз больше, чем норматив для основной массы домов. Как выходить из этой ситуации? Конечно, это вопрос для властей, для того же комитета тарифного регулирования, но они не хотят, вот я как депутат областной думы совершенно ответственно говорю, которые с этими вопросами не первый день и не первый год уже работают и сталкиваются, они не хотят, они подходят формально. То есть, ну вот у нас есть формулы, у нас есть расчеты с точки зрения, как говорится, условия задачи какие? Вот старый дом, вот два этажа, вот 16 квартир, вот стоимость теплоносителя, и ничего не получается, кроме как этот самый норматив, который в три раза больше, чем в окружающих домах. Но я считаю, что это неправильный подход, это формальный подход, и, конечно, все люди по нашему законодательству, по нашей конституции, они все равны, вне зависимости, в том числе и от места проживания. Если так, то дайте людям одинаковые условия, чтобы за не бог весть, какой площадь жилье, человек не платил 2 800, когда у него общий доход, там всего порядка 8 тысяч рублей, если это пенсия. Но это ответственность власти, она обязана этим заниматься, ничего не хотят делать. Я вам больше скажу, когда Волгоград и Камышин переходили на оплату за тепло, не так, как было у нас раньше, равными частями, равными долями, все 12 месяцев. То есть, с разбивкой в течение года каждый месяц платили примерно одинаково, а потом год прошел, перерассчитывали, и опять, значит, целый год мы платим ежемесячно одинаково. Мы стали платить теперь 7 месяцев отопительного сезона. Так вот, когда первый год мы переходили, в областной думе принимался закон о том, чтобы такие дома субсидировать. То есть, для тех жильцов, кто жил, приняли, но приняли только на полгода. Только полгода действовал этот закон, и соответствующие деньги выделялись из областного бюджета. Деньги там были немалые, но мое глубочайшее убеждение, что для областного бюджета это не космические деньги были. Это деньги были вполне посильные, вполне реальные, которые надо было закладывать и дальше. И я выступаю от своего имени, потому что действительно помню о поселке Мирном, от нашей фракции Компартии Российской Федерации. Мы предлагали продлить эту программу, продлить действие этого закона, чтобы такие же средства областного бюджета на дома подобного рода, чтобы они проходили и дальше. Но не приняли, не поддержали ни администрации области, ни большинство нашей областной думы, знаете, в чьих руках это большинство. Поэтому, опять же, то, о чем постоянно говорю, или нашим гражданам, нашим жителям более активно требовать от властей, от губернатора, от его администрации, от большинства областной думы, от наших местных органов власти городских, чтобы они не отстранялись от этой проблемы, а активно вместе с жильцами решали ее. А жильцы как вместе с жильцами? Жильцы четко поставили, они свое дело сделали. Они четко, совершенно справедливо, без всякой натяжки поставили проблему. Власть обязана эту проблему решить. Есть масса возможностей, на то вы и власть, принимайте решения, вы не хотите этого делать. Не хотите, зачем нам такая власть? Михаил Александрович, осталось у нас буквально 10 минут, я хочу по теме нашей беседы принять еще один телефонный звонок, буквально коротко, и задать еще вопрос, который у меня назрел. Добрый вечер, вы в эфире, пожалуйста, представьтесь. Алло, здравствуйте. Я инвалид первой группы, я проживаю в Косольмейском районе, в общежитии, по проспекту Сталетов, дом 2А. У нас, по нашему стояку, левая сторона, в кухне опти, нет отопления. У нас была как-то утечка, и отрезали, и мы сколько писали заявление, просили, уже сколько лет нам не делают отопления, в общей кухне. Кто виноват, и что делает, да, наверное, вопрос, как и у всех. Спасибо большое. Ну, это стопроцентная ответственность управляющей компании. Не район? Нет, стопроцентная ответственность управляющей компании, все, что находится у нас после элеваторного узла, то есть есть зона ответственности, стояки, запорная арматура, все, что в подвале находится, это все управляющая компания. Поэтому тут однозначно нужно делать обращение в государственную жильзинную инспекцию, в муниципальную инспекцию для принятия мер реагирования. Я попрошу телезрителя из Красноармейского района оставить свой контакт, перезвонить к нам в студию, оставить свой контакт, чтобы мы могли как бы тоже вмешаться в эту ситуацию, потому что, ну, случай действительно вопиющий. Вы обращаетесь в центр. Ну, Юрий Сёдорович, да. У меня вопрос. 25 ноября около 9.30 в Краснооктябрьском районе произошла коммунальная авария в 18 домов многоквартирных, порядка 5000 человек, детский сад, школы остались без тепла. 28-го дорога на поселке Ангарске Держинского района заливает водой из прорвавшейся трубы. По словам горожан, лихобегущие потоки с самого утра укрывают всю проезжую часть. На улице Дубинина в Советском районе после прорыва водопровода сотрудниками концессии водоснабжения устранили течь, но не заделали образовавшуюся яму на дороге. Проблемы столкнулись жители Советского района, микрорайона Тулака, также поменяли трубы, вернулись в состояние, как было до, не очень-то спешат те же самые концессии и всем хорошо известный адрес улицы Коммунистической, который тоже перекопали. Это прямо на самом деле как сводки с поля боя, это вот буквально я поднял за последние полторы недели самые такие выпьющие факты того, что происходит. Мы вчера журналисты нашей телекомпании снимали сюжет как раз на Тулака, мы поставили его в эфир, в выпуск новостей, и насколько я знаю, уже сегодня работы по улице Карла Маркса начались, я не знаю, повлиял ли наш сюжет, или все-таки вмешательство там властей, но по крайней мере. Вот скажите, пожалуйста, ответственность за раскопать, устранить прорыв, закопать сейчас перешла вся концессия. Раньше это был, поправьте меня, если я ошибаюсь, раньше это занимался муниципалитет, МБУ и так далее, другие структуры. Почему так происходит, что вот раскопали два месяца на Карла Маркса, люди ходят по каким-то деревянным помосткам, пытаясь добраться до своего дома. Это даже сейчас не гололед. Сергей, ну, опять же, обращаясь к средствам массовой информации, мы увидели, что вроде как поменялся менеджмент в конце степлоснабжения, и что цель назначена только на устранение теперь разрытия и моментальность устранить. Я приведу живой пример. Я житель как раз первого случая, когда 18 домов были обесточены в воскресенье ночью. Обестеплены. Обестеплены, да. 5 тысяч жителей, 18 домов, два социальных объекта детской сады школы. Сразу поясню. В течение нескольких часов осталось 8 домов, они оперативное переключение сделали, молодцы, восстановили. Вышла техника, сам, выйдя на объект, я увидел сразу присутствие руководства ВКХ, ну, в конце степлоснабжения руководства МБУ района и замглаву района. То есть, очень было приятно видеть непосредственно перед ямой разрытие. В течение суток они устранили, но и даже нет, я подчеркну, я подчеркну то, что это было ровно 2 недели назад, ну, чуть меньше, чуть меньше. На сегодняшний день разрытие устранено. Яма была, я это смотрел, потому что я там мимо проезжаю. Закопано. Причем не просто закопано. Грунт вывезен, завезен песок, виброплитой, как правильно было уплотнено и асфальт положен. Вот это очень радует, или такие, такая, уже, боюсь, касается практика, а вот такое реагирование мгновенное будет, то это будет только часть спал. Может быть, это как-то смезано с тем, что 5000 человек пострадали, поэтому так оперативно. А вот один дом, буквально, вот на Тулака, вот они 2 месяца. Яма не прохожая, по сравнению с Карлом Макса 15-17, она находится за домом, и такого, может, реагирования быстрого и не надо было, но я вот опять же отмечу, что все устранено на сегодняшний день. У нас, я насколько знаю, коммунистическую, это центральная, практически улицу города закапывали 2 месяца. И там вчера какие-то работы начались уже тоже после вулканчика. Здесь, здесь, это сменное руководство, потому что старое руководство было. Не успевало это делать, и ну вот, хорошо, тогда у меня вопрос, я думаю, сейчас зададут, руководство закапывает, или все-таки рабочие, или... Приоритеты ставят. Приоритеты, все-таки в этом проблема, то есть мы надеемся, все-таки закапает. Что ж это греха троить в городе? Не просто устаревшие, они у нас в аварийном состоянии находятся и находились. И то, что мы видим перекладку, какую значительную, не просто латочный ремонт, а идет именно перекладка. И вот на моем доме была сделана перекладка, то есть заменена часть трубы. Это говорит о том, что мы стремимся на неповторение ситуации в данном случае, но перекладывать, переменять, менять технологии укладки, как сейчас мы смотрим, что это все идет в лотках, а переходим на предизолированный способ трубы, то есть ставим трубу, которая должна как минимум 50 лет служить на сегодняшний день, и она уже с изоляцией, чтобы мы сейчас не мотали, делали эту шубу, лотки эти опять не строили, то это плохой лотки. Можно прокомментировать? Здесь как раз-таки вопрос не в том, что у нас сети старые, сети старые, поэтому они рвутся, а здесь именно как раз-таки устранение проследствий, что да, действительно, Карла Маркса пока не вмешался в канал В1, что возле садика 386, пока жители не обратились, пока мы не обратились за помощью к каналам, пока не приехали, не сделали обращение, жалобы все возможные именно в данной инстанции, никто ничего не собирался делать. Яма как раз-таки была именно на центральной улице, там проезжая часть, люди объезжали эту яму как только мог. Точно так же у нас должна была проехать, или объезжать эту яму, скорая помощь и пожарные. Благо дело, что каких-либо происшествий на данном жилом фонде не было запечатлено. И здесь основной вопрос заключается в следующем. Мы, в принципе, уже здесь не первый раз муссируем и говорим об этом, что данные территории, они являются точно так же муниципальными. Почему муниципалитет два месяца бездействовал? Почему он не заставил данную коммерческую структуру что-либо сделать в отношении данной ямы? Был озвучен у нас момент, что в СМИ опубликовали как раз информацию о происшествии. У нас почему открытое заявление, сделанное в СМИ, а СМИ у нас является источником информации. Опять же, действующая власть не принимает и не действует каких-либо действий в данном случае. Точно так же у нас, правильно говоря, отсутствует какая-либо возможность проявлять в себе свою активность как активный гражданин, потому что нет систем. И что очень точно так же плохо, что люди просто мало знают о наличии таких замечательных организаций, как правовой центр и центр защиты населения, куда можно также обращаться и помимо администрации и решать свои вопросы. А почему к нам сюда обращаться? Потому что администрация не всегда хочет решать вопросы. На самом деле мы как журналисты, четвертая власть, достаточно оперативно реагируем на просьбы наших зрителей, и после этого происходят какие-то изменения, при всем при том, что мы не пользуемся никакой бюджетной поддержкой со стороны региональной власти и достаточно объективно строим свои сюжеты. У нас осталось буквально три минуты до конца эфира, по полторы минуты. Юрий Федорович, Михаил Александрович. Юрий Федорович. Значит, уважаемые телезрители, жители нашего города, в очередной раз хочу вам сказать, все в наших с вами руках. Кто стучится, тому открывают. Мы стоим с партией Справедливой России на защите ваших интересов. Мы готовы идти на конструктивный диалог с властью, если ее действие будет в ваших интересах. Мы готовы вам помочь, обращайтесь к нам в центр, и мы вместе будем говорить о том, чтобы нас услышали. Далее, пока не будет активных жителей в своем дворе, которые хотят что-то изменить и идти до конца, по всем этим инстанциям, если они будут участвовать активно в жизни своего дома, мы вместе с вами тоже многое сможем. Пассивность как в жизни, в быту, так и в политике приведет к тому, что будет всегда монополия одной власти. Монополия власть разлагает. Спасибо, Юрий Федорович. Поэтому нас не услышат. Михаил Александрович, итоговое слово. Ну, оно будет итоговым в плане того, что программа завершается. Но я хотел бы все-таки по поводу концессий свое время на это использовать. Вы благодарен за то, что вы эту тему подняли. У нас в концессии хоть теплоснабжение, хоть водоснабжение достаточно давно уже грешат вот этим делом, когда раскапывают и потом не закапывают. То, что коллега сказал по нашему родному Краснооктябрьскому району, это скорее на сегодняшний день исключение исправил. И, конечно же, очень хочется, чтобы концессии соответствующие выводы сделали, чтобы то, как положено, ликвидировать последствия соответствующих работ, аварийных или плановых там, ремонтных, чтобы это было в нормальные сроки, а не растягивалось действительно на большое количество дней, недель, а то и месяцев. И нередко не в каких-то там медвежьих углах того или иного района, а действительно на основных магистралях, улицах и так далее. Поэтому у них этот грех есть. И я очень надеюсь, что то, что мы сейчас вот это все обсуждаем и то, что мы этой темой касаются, они действительно сделают выводы и будут работать по этой теме, как положено, не доставляя массы неудобств нашим горожанам-волгоградцам. Спасибо, Михаил Александрович. Мы, как журналисты, поможем установить этот диалог и проблемы надреца, которые поступают к нам в студию, которые есть у правовых центров разных политических партий, готовы передать в концессии воды и теплоснабжения. Я благодарю уважаемых своих гостей за сегодняшний эфир, за интересный диалог, за мнение, за позиции. Напомню еще раз, сегодня в студии был руководитель правового центра регионального отделения партии ЛДПР Максим Ильяткин, депутат Волгоградской городской думы от Краснооктябрьского района и партии «Единая Россия» Илья Багров, Михаил Александрович Торонцов, наш частый гость партии КПРФ, Краснооктябрьский район, депутат Волгоградской областной думы, и Юрий Федорович Бабичев, руководитель Центра защиты прав граждан партии «Справедливая Россия». Спасибо вам. Ну а с вами, уважаемые коллеги, мы встретимся уже в ближайшее время в наших программах и поднимем острые актуальные темы. Попробуем что-то решить в прямом эфире. Я благодарю за то, что вы были с нами. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»